Приветствую вас, дорогие мои. Давайте смотреть общий расклад, как поведет себя человек, о котором вы думаете, в загаданной вами ситуации. Какой это может быть ситуация? Ну, может быть у кого-то день рождения, может быть приближающийся праздник, может быть у вас своя личная ситуация, которую вы постоянно гоняете в голове и не знаете, какой будет реакции и поведение задуманного человека. Итак, смотрим, как поведет себя загаданный человек в задуманной вами ситуации. Давайте сначала посмотрим, что за человек, которого вы загадали. Что это за человек? Что за человек, которого вы загадали, сигнификацию его? Это человек огненной стихии, потузу жезлов. Человек, который либо сжег мосты, либо планирует наоборот, относительно своей страсти, двигаться к вам, колесо фортона. Хорошо. Так, еще. Император вышел. Император вышел. Мужчина вышел на разговор, который горит к вам страстью и хочет к вам двигаться. Итак, давай император, расскажи нам, пожалуйста. Девочка, которая смотрит меня, загадала ситуацию. И как ты в этой ситуации будешь себя вести? Что от тебя ожидать? Давай, разговаривай. Тебе очень хочется, чтобы все было по справедливости, да? Тебе очень хочется, чтобы правда восторжествовала. А какая правда? Правда та, что вы для него вот такая вот прекрасная звездочка, которую он постоянно держит под прицелом, рассматривает в какие-то свои бинокли. Ой, тут разговор о любви. Тут разговор о том, что человек хочет праздника, хочет встречи. Так ты будешь двигаться? Это человек, с которым все разрушена карта, башня. Так ты будешь двигаться? Нет? Той девушке, которая смотрит. Да, да. Тройка кубков, он двигаться будет. Разговор о том, что тут всего скорее наблюдается любовный треугольник. К сожалению. Мужчина испытывает страсть. Мы уже здесь смотрели, что он, оператор, испытывает страсть, испытывает чувства к вам. Но особо не проявляет их, держит их при себе. А почему ты их при себе держишь? Почему ты эти чувства держишь при себе? Да нет, говорит, я буду проявляться. Придет время, я буду проявляться. Как? Опять карта справедливости. Выяснять что-то будет? Выяснять что-то будет. Ну и подачу. Возможно, смотрите, опять карта любви. Карта влюбленная. У вас тут страдающий у нас парнишечка, который запутался в отношениях. Не знает, кого выбрать. И всего скорее там какие-то ограничения. А с вами у него праздник души. Он постоянно думает о вас, мечтает. Ну-ка, истинные намерения. Истинные намерения в загаданной. Видите, куда карты ведут? Истинные намерения в загаданной ситуации. Боится. Боится то, что вы его отвергнете. Боится, что вы поведете себя, как снежная королева, девочки. Вас боится. Очень жаждет справедливости. Хочет встречи. Смотрите, еще одна карта встречи. Тут человек к вам будет проявляться однозначно. Он вас потому что ревнует. Вы каким-то образом вызвали у него редкость. А почему ты ревнуешь? Почему ты ревнуешь? У вас что, кто-то есть? Почему ты так ревнуешь? А потому что вы, возможно, огненная стихия, прекрасная королева Жезлов. От вас прет. Не просто идет. А прям прет та энергетика, которая ему нужна. Которая ему нужна для того, чтобы жить полноценно. Для того, чтобы чувствовать себя мужчиной. Да, и вот он уже равняется на вас и становится таким королем Жезлов. Ой, простите, рыцарем Жезлов. Готовым к вам просто нести свою страсть. Тут мужчина еще в эллютиях находится. Видите, семь кубков выпало. И так мечтает, и сяк мечтает. Надо было мне взять эротическую колоду. Что он там мечтает? Ну, наверное, это мы сделаем в следующий расклад. У него идет внутренняя борьба. Тут мужчина явно не свободный. А мужчина женат. Мужчина, который в ограничениях. Но он уже не от карты ограничений. Он эти ограничения не считает, что они его ограничивают. И нацелен быстро к вам проявиться в той загаданной ситуации, которую вы себе загадали. Хочет двигаться по семерке Пентакли. Вернее, хочет вкладываться и хочет работать над отношениями. А боится, что тут начнется выяснение отношений. И ему бы хотелось бы даже как-то спровоцировать это выяснение отношений. Но знаете, с какой темой? В том, чтобы он бы вам сказал, типа, ты скучаешь по мне. Ты там, я знаю, что ты по мне страдаешь. А вы бы сказали, да, страдай. Вот ему как бы на себя хотелось бы перетянуть внимание. Да, да-да, он за вами подсматривает. Он хотел бы вас просто взять и украсть. Взять и украсть. Без вас у него опять Пентакли. Без вас у него абсолютно нет ни потока, ни ресурса, ни желания, ни стояния, ни движения, никуда. Без вас он одинок. Смотрите, карта отшельник. Хорошо, какие ты чувства испытываешь к девушке? Мы уже тут про любовь говорили, а истинные чувства. Я понимаю, что ты влюблен. Истинные чувства твоих девушек, которые смотрят. Ищу баланс. Я ищу баланс, а я балансирую между двумя. Карта не очень хорошая. И вы знаете, на самом деле мужчина позиционирует себя как император. Но на самом деле это человек, ведомый страстью. Человек, возможно, помоложе вас. Может быть, ровесим, может быть, помоложе. Человек, который ведомый страстью. И как только ваш образ представил, ваш запах вспомнил, у него сразу страсть проявляется. И он тут же хочет к вам навстречу. Да, еще одна карта башни. Все, у вас тут разрушено. И опять иерофант. Мужчина не свободный. Так вот, смотрите. Ситуацию вы загадали. Мужчина будет к вам проявляться. Однозначно. Это вопрос времени. Проявляться будет, знаете, с какими-то претензиями, такими слабыми. Ты что, меня забыла? Его как-то подзадевает, что тут вы, может быть, не реагируете. А ну-ка я гляну, как вы себя ведете по отношению к нему. Вы-то в какой позиции, вы в каких энергиях. Вы в каких энергиях, в каких энергиях к закатному человеку, девушке, которая меня смотрит. Ах, да, все понятно. Все понятно. Вы тут закрылись, спрятались. Пусть тебе будет одиноко. Страдай, дорогой. Я пока подожду. Угу. То есть, не так ли. Вам бы хотелось, чтобы этот человек дал вам надежду, дал вам твердую почву под ногами. Для женщины это всегда важно, что говорить. И вы готовы откликнуться? Вы тоже готовы откликнуться? Кстати, тут может быть коллега проигрываться по работе. Вы готовы откликнуться и готовы вместе с ним вступить на тот скользкий путь, когда люди примирились и начинают работать над отношениями. Вы пугливы как лань по карте 8 кубков. Вы пока уходите от взаимодействия с ним, от взаимодействия, но уходите любя. Либо вы вышли из отношений, либо вы как-то отстраняетесь, не проявляетесь никак, вообще замерли, залегли на дно. вы королева кубков. Вы уже не первый раз тут у меня королевы кубков, прекрасно вы ходите. Вы любите этого человека? Искренне любите? И хотите, чтобы он к вам приехал и проявил свою любовь. Вы знаете, у вас взаимная любовь, искренняя взаимная любовь. Вы дополняете друг друга. И какие бы разрушения между вами не происходили, это все временно, однозначно, рано или поздно, вы все равно будете опять воссоединяться и уже переводить отношения на новый уровень, так скажем. Будет ли перевод? Вот сразу же давайте спросим. Будет ли перевод отношений, выход отношений на новый статус, на новый уровень после вот загаданной ситуации. А вот смотрите, белая карта на этом. Расклад окончен. Высшие силы пока не дают ни мне информации, ни вам. Не забудьте подписаться за личными раскладами. Можете обращаться по телефону, ватсап, который указан в комментариях, ватсап, вайбер, телеграм. Пока-пока.